Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой замечательный автомобиль, автомобиль легендарный Jeep Grand Cherokee. Вот, значит, данный автомобиль 2018 года выпуска, пробег на нем сейчас около 60 тысяч миль, ну или порядка 100 тысяч километров. Значит, двигатель стоит 3,6 литра, значит, шестицилиндровый, атмосферный, выдает он 293 лошадиные силы. Коробка стоит восьмиступенчатая, автоматическая. Ну и хочется отметить, что этот автомобиль, значит, несмотря на такую свою легендарную историю, на самом деле заднеприводный. Такое часто бывает в Америке, и многие эти автомобили используются не по своему прямому назначению, то есть на них не передвигаются где-то там по бездорожью, а используют как семейные. На этих автомобилях очень часто можно увидеть за рулем женщин, и машина вообще в Америке очень и очень популярна. Значит, средняя цена на этот автомобиль в такой комплектации сейчас где-то от 25 тысяч долларов. Ну, я имею в виду за автомобиль поддержанный. Все будет дальше зависеть от, значит, пробега и состояния машины. Значит, на этом автомобиле я передвигаюсь уже три недели, вот, и до этого у меня был опыт эксплуатации ровно такого же автомобиля. Значит, что хочется отметить, машина очень комфортная, на ней передвигаться приятно, машина мягкая, мощная, и при всем при этом, если понимать ту грань, значит, она еще и как бы неплохо стоит на дороге. Она, да, до определенного момента валится, но потом, когда ты осознаешь, что она может, уже можно так немножко, значит, скажем так, ехать в активном режиме. Она это позволяет, на самом деле. Колеса стоят огромные, вот такие 20-е. Машина очень неплохо цепляется за дорогу, но, вот, в тот момент, когда я понял, что этот автомобиль заднеприводный, я очень даже удивился, потому что было скользко, а, значит, я нахожусь в горах в Пенсильвании, был снег, и когда потребовалось стабилизировать автомобиль газом, автомобиль меня не послушал. Ну, благо, выворот колес хороший, я довернул автомобиль, в общем, стабилизировал его, и уже добравшись до работы, вывернув колесо, понял, что переднего привода-то нет, то есть автомобиль заднеприводный. Вот, так вот, я понял, что машина, на самом деле, монопривод. Вот, во всем остальном у меня больших нареканий нет. Да, это немецкая машина, не японская. Она такая, немножко расхлябанная, значит, элементы подгонки, значит, элементов салона, вот, они, ну, такие очень специфические. Ну, собственно говоря, это машина американского, ничего тут ожидать не стоит другого. Они все примерно такие, то есть я ездил на многих разных американских машинах, просто с этим надо смириться, и, в общем-то, через неделю я ко всем, значит, этим нюансам, в общем-то, очень быстро адаптировался, и перестал обращать внимание на какие-то, значит, вещи. Ну, допустим, что далеко ходить, вот, если вот здесь посмотреть на подстаканники, значит, вот здесь вот эти вот уже элементы, они вытерлись. Также вот очень быстро стали стареть, значит, обивки сидений, при всем при том, что пробег не такой большой, и год выпуска всего лишь, значит, 2018, то есть автомобилю сейчас всего 4 года. Вот, машина заводится с кнопки старт-стоп, значит, приборная панель вот такая, она наполовину, значит, аналоговая, наполовину электронная. Значит, пользоваться удобно, у меня не возникло никаких вопросов, то есть есть тахометр, есть, значит, с правой стороны указатель топлива, есть также, значит, указатель температуры. Также мы можем дублировать очень большое количество параметров вот сюда на центральный дисплей. Вот, можно посмотреть и зарядку, и, значит, радиостанции выводить, и, в общем, очень-очень большое количество всевозможных параметров, и в том числе электронный спидометр, чем я, в общем-то, люблю пользоваться. Вот, есть помощники, то есть круиз-контроль, есть, значит, голосовое управление в этом автомобиле, и, в общем-то, сама по себе мультимедийная система, она вот такая неплохая. Также в этом автомобиле есть, значит, подогрев сидений, работает очень хорошо, и при всем при этом его можно, зайдя в настройки, значит, настроить на автоматическое включение. То есть, если вы заводите автомобиль с автозапуска, машина начинает прогреваться, сидения тоже автоматически включаются. Также есть подогрев руля, вот, я это оценил, когда было холодно, и, в общем, эта функция мне очень даже понравилась. Автомобиль очень хорошо коннектится, значит, с телефоном, и все карты, все приложения, все выводится сюда на дисплей. Очень удобно, по блютузу тоже хорошо цепляется, ну, работает телефон. Вот. Что касается, значит, климатической установки, она также продублирована вот здесь, значит, просто аналоговыми кнопками, и вот я хочу отметить, что это все то же самое, как в младших моделях, и также вот эти все кнопочки, вот эти вот все, они встречаются на автомобилях, допустим, Dodge. Вот Dodge Journey, Dodge Durango, вот точно такие же вот эти все крутилки, абсолютно одинаковые, и меню дисплея, в общем-то, точно такое же. Вот. Ну, такая унификация. Значит, вот здесь ниже климат-контроля выведены кнопки, то есть, значит, вспомогательных систем, то есть, вот, кнопка Start-Stop, потом можно здесь отключить парктроники, они здесь есть, прекрасно работают, и надо отметить, что парктроник, он активный, то есть, если вы приближаетесь к препятствию совсем близко, он автоматически надавит педаль тормоза, вот. То есть, я встречал такие вот вещи, ну, в машинах более дорогого сегмента, да, в японских автомобилях во многих сейчас уже такую систему применяют, достаточно удобно, на самом деле. Также можно принудительно активировать экономичный режим, и здесь также можно нажать режим Sport. Ну, меняется алгоритм, вот, значит, работы коробки, двигателя, и, собственно говоря, машина становится такая более, значит, активная, вот, при нажатии педали газа. Но, в целом, я вот отметил, что по мощности вообще никаких вопросов не возникло, машина хорошо едет в гору, и, в общем-то, лишний раз, значит, не приходится, надо нажимать педаль газа, то есть, мощности, в общем, вполне-вполне хватает. Вот, так, что еще? Здесь есть небольшой, значит, такой вот ящичек, в нем находятся две розеточки USB, есть AUX, и есть вот такая розеточка, ну, стандартная, 12 вольт. Вот, так, значит, бардачок, ну, достаточно внушительный, такой большой, и вот здесь еще также есть ниша, то есть, он такой двойной, как бы, вот, так. Значит, в подлокотнике тоже есть две ниши, вот здесь неплохо помещаются очки, и также есть ниша, ну, куда уже вкладывается все остальное. Есть розеточка внутри для USB, не USB, а точнее стандартный 12-ти вольтовый зарядник, есть. Значит, вот здесь место для очков, также вы можете открыть багажник, не выходя из салона, вот здесь на центральной консоли. Ну, есть огромный люк, собственно говоря, очень удобно, вот, особенно вот в такую пасмурную погоду в автомобиле светло, и очень приятно находиться, очень комфортно. Ну, еще какая особенность у этого автомобиля, значит, все сосредоточено на одном вот этом регуляторе, как, значит, указатели поворотников, также, значит, омывайки и управление стеклочистителями. То есть, все сосредоточено здесь. Свет, значит, включается вот здесь. Есть кнопочка открывания бензобака, лючка, и стояночный тормоз активируется педалью. Вот, значит, помимо обогрева сиденья есть также электрические регулировки, значит, переднего сиденья, вот, ну и подкачка. Пассажирское сиденье, к сожалению, просто аналоговое, ничего там нет. Давайте переместимся на задний ряд. Вот, сразу отмечу, значит, задний ряд, он такой, вообще немаленьких размеров. Здесь спокойно поместится три человека, и, в общем-то, я люблю ездить далеко отодвинув переднее сиденье, и, в общем-то, даже за собой. У меня ноги отлично вмещаются, у меня очень много места, значит, до потолка, и, в общем-то, даже втроем, допустим, большим взрослым людям здесь очень даже будет комфортно. Значит, что еще есть для задних пассажиров? Есть вот такие ветродуйки, и есть вот такая розеточка на 115 вольт. Ну, то есть, можно, допустим, заряжать компьютер. Больших размеров вот таких внушительных подлокотник, с двумя подстаканниками. Отделка салона достаточно приятная, такая вот эко-кожа, вот. Но единственное, что подгонка всех этих элементов, она такая, ну, сугубо американская. Ну, в общем-то, к этому быстро привыкаешь, и, как бы, если нет претензий, с этим можно вполне жить. Значит, задняя крышка, она с сервоприводом, в общем-то, достаточно удобно. Багажник, в общем, хороших размеров. Вот у меня чемодан вмещается, вещи, и еще один чемодан спокойно здесь поместится. Есть сабвуфер, есть вот такая розеточка в багажнике, есть крепление для фиксации груза. Вот, также здесь неплохая ниша с запасным колесом, и хочется отметить, что там лежит докатка. Вот, неполноценное запасное колесо. Значит, багажник закрывается также с кнопки. Вот, ну, в общем-то, такая хорошая, удобная функция. Есть уже, ну, доступна во всех многих современных автомобилях. Ну, еще также бесключевой доступ, очень удобно. Можно вот здесь кнопочку нажимать. Также он работает просто, значит, с сенсором. Можно достаточно руку положить, и это все сработает, откроется. Так, давайте посмотрим, как устроено подкапотное пространство. Вот так. Капот открывается вот так легко, есть газовый упор. Достаточно удобно, не надо искать эту палочку. Ну, и что сразу хочется отметить, то, что подкапотное пространство, оно просто огромное. Если мы вот здесь посмотрим, у нас до шкива двигателя, и вот между шкивом двигателя и вентилятором, ну, практически около 20 сантиметров еще остается. Значит, блок управления двигателем вот здесь находится, блок предохранителей, значит, охлаждающая жидкость, воздушный фильтр, ну, и, собственно говоря, бачок для заправки такой еще жидкости. Вот. Ну, такое большое подкапотное пространство обусловлено тем, что сюда ставятся еще двигатели V8, и там есть двигатель, который даже развивает 700 лошадиных сил. Он уже суперчарджером, ну, естественно, для этого всего нужно место. Вот. Ну, вот такой вот небольшой обзор. В целом, машина понравилась. Она такая весьма на любителя, но просто к этому автомобилю нужно относиться с пониманием, и эту машину, наверное, надо любить. Вот, как это, в общем-то, многие и делают. Поэтому такая машина, она, скажем так, без претензий, она выглядит здорово, она едет неплохо. Да, есть какие-то моменты, но, извините, это не Mercedes, это не Lexus, это Jeep. Вот. Так что, вот такой небольшой обзор. В целом, машина я доволен. А, значит, что касается расхода, я сначала думал, что он не большой, пока не заехал на забравку. Оказалось, что здесь большой бензобак, и вот, несмотря на то, что расход, большая часть пробега была по трассе, все равно расход не маленький. Я думаю, что где-то он больше 12-13 литров у меня получился. Вот, может быть, даже больше. Ну, вот, такой автомобиль, в принципе. Кататься не поедем. Вот. Всем пока.